Как поле чудес видно-то. Для отдела культуры Ельцовского района новый автомобиль не роскошь, а необходимость. В селе давно нуждались в таком транспорте. Комфортном, современном и вместительном. Нормально, зимняя резина в подарок, как в добрых салонах. Всем довольны. Самое главное, передком она для наших гор. Пассажирская «Газель» – подарок сельчанам от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Сегодня он лично вручил ключи. В отделе культуры Ельцовского района обещают – стоять в гараже автомобиль точно не будет. У нас очень много артистов, которые занимаются художественной самодеятельностью. То есть старушки, ребятишки. Поэтому для них это вот как необходимо вообще. В Ельцовском районе есть небольшие села, где проживают и 50, и 20 человек. И там нет ни клубов, ни библиотек. При этом жители тоже желают быть охвачены культурным пространством. Но теперь и на их улице тоже будет праздник. Новая техника, новый автобус позволит и более комфортно передвигаться, и в том числе сделает более доступным культуру для жителей Ельцовского района. Поэтому в том числе хочу пожелать успехов, творческих успехов всем, кто работает в этой сфере в Ельцовском районе. Ну и, конечно, пожелать хорошей дороги. Ближайший творческий вояж на новом транспорте состоится уже на этой неделе. 12 декабря в Ельцовском районе пройдет большой фестиваль народного творчества на земле Савиновой, посвященный легендарной актрисе Екатерине Савиновой. А еще на этом микроавтобусе сельчане будут ездить на краевые фестивали, реализовывать местные проекты, в частности, библиодесант, а также посещать городские учреждения культуры по пушкинским картам. Старшеклассники их уже оформляют. У нас в районе они эту карту не реализуют, поэтому самое ближнее это что? Это биск. И мы думаем, что пока мы начнем через этого, что будем привозить вот этих подростков на хорошие спектакли в театрах драмы, в биске, возможно, в музеи. Вот еще для этого, да вообще для всего. Машина есть машина, транспорт есть транспорт.